Вы за что воюете? Вы, разумеете, за что вы воюете? Мы воюем за свой дом. У тебя дом в Ужгороде, у тебя в селе возле Мукачева. Если Русня пройдет здесь, пройдет Авдеевку, пройдет Бахмут наш, они дойдут до Днепра, они дают до Киева. У нас все хорошо, мы их порвем. И люди слишком в это поверили. И теперь никто не верит в то, что тяжело на самом деле. И потери. И мы каждый день прощаемся с ребятами. Приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня политолог и военнослужащий украинской армии Кирилл Сазонов. Кирилл, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. И спасибо, что нашли время. Вадим, то же самое от наших пацанов. Большой привет и большое уважение за то, что журналисты напоминают людям про то, что война не закончилась. И нам очень тяжело. И вы об этом постоянно говорите. Большое спасибо. Спасибо огромное еще раз вам. Кирилл, с вами, как и с политологами, и с военными, мы обязательно поговорим о нашумевшей статье Саймона Шустера и не менее резонансной статье нашего главкома Валерия Залужного. Колоссальный резонанс, множество оценок, анализа, как в Украине, так и за пределами нашей страны. Но я все же хотел бы начать с новости, достаточно важной, как по мне, потому что необходимо попробовать разобраться. Президент Украины Владимир Заленский сменил командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины. И это, кстати, второе изменение в высшем военном руководстве страны за последний месяц. До этого с июля 2022 года пост главы занимал полковник Виктор Хоренко. Согласно новому указу президента, его место займет полковник Сергей Лупанчук. Интересно то, что господин Хоренко публично прокомментировал свое увольнение, свою отставку и говорит, что о своем увольнении он узнал из средств массовой информации. Причин, говорит он, лично я не знаю. Скажу так, что узнал об этом из СМИ. Общался с заложенным, который также объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Я не понимаю, что произошло. Кирилл, я знаю, что в спорте, в футболе бывало такое, что главный тренер команды узнавал о своей отставке, о своем увольнении и средств массовой информации, когда на официальном сайте команды появлялся релиз об отставке тренера. Но мы же понимаем, что футбол и война – это абсолютно разные вещи. В футболе цена кадровой ошибки, она не соизмерима с просчетами на войне. Вы, как никто другой, понимаете, о чем идет речь. Вадим, смотри, на самом деле мы все прекрасно понимаем, мы же тобой переписываемся и вне эфиров. Мы с ССОшниками работаем очень плотно, с их разведкой, с теми же бандерлогами. ССОшники делают очень классную работу. И все удачные прилеты арты, удачные прилеты ракет, на самом деле это подразделы ССО, наши разведосы, которые находят, куда бить, когда конкретно. Еще и у них хватает, я не знаю, это необъяснимо, у них хватает множества, они сидят, следят, что прилетело, что сработало и только потом уходят. Замена командующей ССО, ну, я не знаю, Хоменко, ну, при нем ССО работало неплохо. Я надеюсь, что при новом будет работать не хуже. Я ничего не могу сказать. Я написал нашим друзьям, своим побратимам, с которыми мы вместе воевали, с которыми мы вместе ходили, тыл врага, напишите про нового командующего, чтобы я хотя бы понимал, что это происходит. Ну, напишут, пацаны, дайте сутки. ССО сейчас, ну, они просто, ну, они творят чудеса. Это, Вадим, ну, между нами говоря, совершенно отмороженные люди, которые не боятся умереть, которые ходят по тылу врага, наводят арту. Ну, ну, они классные, они, ну, звери, просто звери. Что поменяется со сменой командующего, я не знаю. Я надеюсь, что они станут еще круче. Потому что ССОшники, ну, они, ну, они умницы. Кирилл, ну, если эта информация соответствует действительности, то, как по мне, это неправильно. Когда командующий узнает о своем увольнении и средств массовой информации, он делает отсылку к заложному, а заложный говорит, что я никакого представления на увольнение не давал. Что произошло, непонятно, но ситуация какая-то, ну, нехорошая. Вадим, ну, вы же замечательные гражданские люди. Как были, так и остались. У нас все просто, у нас дисциплина. Есть приказ, исполняем. Поменялся командир, исполняем. Все, все просто. Если мы начнем рассуждать и балансировать, и говорить правильный приказ, неправильный, это будет бардак. Мы должны действовать четко по приказу. Я думаю, что Хоменко, ну, при Хоменко, как командующим ССО, работала, ну, просто жестко. Я знаю про кучу их операций, про которых совершенно нельзя рассказывать в эфире. И по ликвидации разного рода уродов. И по взрывам, и по наведению арты. Я думаю, что Хоменко, скорее всего, будет в ближайшее время где-то либо публично представлен в другом месте, либо мы о нем перестанем слышать, но он будет работать где-то, где вообще нет публичной информации. Ну, командующий ССО, ну, представляешь уровень информации, которую он владеет. Дадим время, возможно, появятся соответствующие комментарии, и все станет на свои места, прояснится ситуация, никаких домыслов здесь не будет. Настоящие истории. После войны, после перемоги будут все истории. Сейчас масса информации, которую нельзя озвучивать. Кирилл, хорошо, давайте вот начнем с обсуждения статьи Саймона Шустера. Я, конечно же, понимаю, что уже много чего было говорено, переговорено, как я сказал выше, множество оценок. Но вы же политолог, и я думаю, что все же нашли время, почитали, проанализировали, какие-то выводы сделали. Потому что вот интересно, насколько эта информация, она может соответствовать действительности. И сейчас вот в свете этой публикации многие апеллируют к оценке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Алексей Данилов сказал, что это все набор небылиц и необходимо разобраться с теми советниками президента, которые не верят в победу украинской армии. Якобы на правоанонимности давали свои комментарии Саймону Шустеру. Да и сам Саймон, кстати, прокомментировал и сказал, что общался с действующими, а не бывшими советниками украинского президента Зеленского. И насколько мы можем доверять его словам? Это большой вопрос. Ну, мы же как бы спецура, наша задача пробраться в тугорода и перерезать горло, там обозначить координаты и вернуться. А медийку я сейчас, ну, немножко, ну, вижу не всю. Что касается статьи Саймона Шустера, ну, блин, ну я не верю, что кто-то в офисе президента без санкции выходит и рассказывает что-то журналисту иностранному, не нашему. И потом говорит, не упоминай меня. Ну, это немножко бред. Или все, Вадим, он, ну, ну, блин, он набрал бы тебя и сказал бы тебе. А чтобы информация чего-то стоила, он бы назвался. А все эти источники, ну, это какая-то фигня. Ну, эту публикацию почему-то называют сверхсенсационной, хотя, а вот, собственно, а в чем сенсация? Сенсация в том, что вот постоянно звучат какие-то упреки и в том числе обвинения в коррупции. Но когда мы открываем Телеграм-канал, ну, каждый третий, наверное, пост посвящен теме коррупции. А в этой же публикации Шустер говорит, что вот Запад, наши международные партнеры и союзники устали от войны. Да, многие из них публично об этом говорят, что да, действительно накопилась усталость. Ну, это общепризнанный факт. Вы на себе это ощущаете, военные ощущают, гражданские ощущают. Здесь никакой сенсации нет. Это правда. Вадим, а ты не устал от войны? Ты не устал вести эфиры про войну? Тебе ж наверняка хочется что-то писать о экологии, о коррупции, но о чем-то другом. И мы так же устали. Конечно. Но у тебя же нет каких-то странных источников, которые из офиса президента тебе будут что-то рассказывать. Вот все устали. И Запад устает, и мы устаем. Но у нас же нет выбора. Это у России есть выбор. Они могут... Сейчас, извини, мне нужно, к слову, съебаться, подобрать нормальный вариант. Они могут уйти с нашей территории. А могут не уйти. А у нас выбора нет. Вы нам донатите. Вы нас поддерживаете. Ты, как журналист, выходные на работе включаешься, чтобы включить военного и напомнить людям, что война идет. А мы воюем. У нас выбора нет. Мы защищаем свой дом. Со мной воюют. Я всегда смеюсь. И я сейчас не могу притащить, потому что они на разминировании. У меня два чувака замечательных в Сушгороде. Причем в Сушгороде они не украинцы. они именно такие мадяры, матерые, которые говорят по-русски очень плохо, по-укруглески очень плохо на мадярском языке. Вот. И я их вчера вытащил обоих за шиворот. Они немножко нагрешили. Я их наказывал. Ну вот, говорю, вы за что воюете? Вы, разумеете, за что вы воюете? Нет. Мы воюем за Сушгородом. Я говорю, у тебя дом в Ужгороде, у тебя в селе возле Мукачева. Если вы русских пропустите здесь, они придут к нам. Это понимают пацаны из Львова, понимают пацаны из Одессы. Все. Если русня пройдет здесь, пройдет Абдеевку, пройдет Бахмут наш, где мы зараз, то они дойдут до Днепра, они дают до Киева, они дают до Ужгорода. Вот. И поэтому у нас такое понимание есть. Мы защищаем каждый свой дом. Даже если свой дом сейчас от линии боевых действий в 700 километров. Это есть. А Саймон Штар этого не понимает. Для него какая-то геополитическая шахматная партия. А у меня не шахматная партия. Мой дом под угрозой. Я его защищаю. И чувак, мой друг, Сушгород, защищает свой дом в Сушгороде. Потому что русня, если ее допустить, она полезет дальше. Кирилл, по поводу усталости. Ваши побратимы, я очень часто это слышу, говорят, что война это для нас. Для вас, имеет в виду гражданских, война уже давно закончилась. В Киеве, во Львове. Вы как жили, так и продолжаете жить. Вы такую точку зрения разделяете? Вадим, это очень неприятная тема на самом деле. Но я четыре дня назад поехал на сутки в Киев, на дубу. У меня у Донки день наружения, и требовало подаровать щенка. Самининницы. Самининницы. Люди хотят собачку. Война как бы далеко. Я постарел на Киев. Слушай, это, я приехал, я приехал в шоке. И мне командир говорят, ну как тебе, столица, победившая держава? Или такие? Столица, победившая держава. В Киеве уже празднуют победу. Военные просто раздражают. Это жесть, ребята, победы нет. Еще сейчас нет. Она будет. Мы ее добьемся. Но это не, я, Кожа Ростович, не две-три недели, не месяц. Это будет очень жестко, очень долго. И благодаря помощи тем, кто понимает, что война не закончилась. А, извини, в Киеве мир, они уже победили. Все. Мы где-то раздражающий фактор. По-моему, когда я хожу, а я привык, я в этой одежде хожу уже полтора года. Я не меняю, я приехал домой, я так хожу. С военными здороваемся, обнимаемся. А на меня смотрят, и мне кажется, что гражданских некоторых это раздражает. Зачем напоминать о войне? Она не кончилась. И под Киевом вражеские войска могут появиться завтра, послезавтра. Это вопрос нескольких дней. Перебросят в Беларусь. 20 тысяч, и они завтра зайдут. И те, кто уехал и отсиделся в Польше, вдруг увидят, что война рядом. А так, мне кажется, что в целом мы просто очень хотели защитить людей. Ну, информационно тоже. Когда вы нас включали, мы включались в интервью, и мы вам рассказывали про то, что все хорошо. мы их, блин, опять, опять, я срываюсь. Ну, просто материмся очень много и не просто переключиться. Мы даем отпор. Мы жестко боремся с ними. И мы старались все время рассказывать людям, как война гражданке, что у нас все хорошо. Мы их порвем. и люди слишком в это поверили. И теперь никто не верит в то, что тяжело на самом деле. И потери. И мы каждый день прощаемся с ребятами. И не очень просто все. Мне кажется, что часть страны перестала верить в то, что война идет. Интересно, знаете, вот как-то устроена человеческая психика и человеческое сознание. Потому что что получается, что в первые месяцы войны на вас, на человека, который одел на себя военную форму, пошел воевать, пошел защищать, смотрели как на защитника, как на героя. И удивительно, что спустя полтора года, ну почти два года, вы многих стали раздражать? Да. Ну как этот скандал с азовцами в каком-то бизнес-форуме, где люди в форме пугают молодых бизнесменов. Черт, ребят, мы свою работу сделаем. Спасибо за все. Ну на самом деле, ну ничего не поменялось. Мы воюем. Нам помогают волонтеры, нам помогают. Ребята, я за двое суток собираю донатами на новую машинку. Прошлую разъебающую. черт, Вадим, извини. Все нормально. В прошлой бельгерамина она пришла в негодность. Вот, и два человека пришло в негодность. Воюем, все нормально, все нормально, мы держимся, мы трамаемся, и нас поддерживают украина. Но иногда вот ты включаешь телефон и ночью залазишь. У нас же, у нас генератор, мы его закопали двести метров от позиций. Starlink, Илона Маска, подонок, конечно, но Starlink работает. И залазишь, видишь, кучерявого чувака в центре Киева, который говорит, а я не стежу за новостями про оборону Завстали, там все груз это травмирует. Да, я не хочу читать плохие новости, я видел это видео, да. Сколько заразы? Айда ко мне. Кирилл, как вы думаете, вот все же, почему, почему человек в военной форме вот стал фактором раздражения? Вот что произошло? Вадим, это будет очень обидно, для всех вас перестанут смотреть. Ну, честно, ну, я думаю, что это люди, у которых осталась совесть, им стыдно. Им стыдно смотреть на нас, на тех, кто воюет, потому что они не пошли. Люди, которые сделали вид, что войны нет, им неприятно смотреть на военных, потому что военные говорят им о том, что война есть. Я думаю, что дело в этом. Кирилл, один мой знакомый, знаете, что вот, я сказал по этому поводу, я начал бояться людей в военной форме, потому что я боюсь, что ко мне подойдут, заломают за руки, за ноги, погрузят в какой-то бус и повезут в военкоманду. Он правильно боится людей в военной форме. У меня, например, замполит, полковник ГРУ, он меня научил убивать сперва ножом очень легко, а потом руками. Я могу любого человека убить руками, это вопрос одной секунды. Да, наверное, людей в военной форме стоит бояться, но, извините, страна не выживет, не сохранится без нас. Да, мы умеем убивать, да, вообще нет тормозов, да, вообще нет проблем. Но, ребята, мы защитим вас и защитим вашу страну, защитим вашу нормальную жизнь. Ваши айти, ваше кафе, вашу каву с всякими приколами, чтобы сейчас у нас, извините, вот слово заменю, дурной сосед, который хочет вас уничтожить, мы должны его остановить. Для этого мы должны быть, ну, такими скотами очень жестокими. Мы должны уметь убивать. Кирилл, я понимаю, что это очень личный и неприятный вопрос. Если хотите, не отвечайте, а вот вы хорошо помните тот случай, те обстоятельства, когда вы впервые убили, уничтожили врага? Задавал же я, нет, вопрос. Ребят, про первое убийство я не хочу говорить, про второе и про третье. Давайте эти трупы останутся на моей совести. Хорошо. Кирилл, тогда вот по поводу статьи Валерия Залужного. Действительно, очень много тем с военной точки зрения он поднял, говорит о том, что война находится вот в тупиковой фазе, позиционная война, и это тот формат войны, который крайне выгоден России, абсолютно не выгоден, он катастрофичен для нас, для нашей армии, для нашей страны. Он Залужный рассказал о пяти пунктах, которые помогут сломить ситуацию, необходим технологический прогресс. как вам эта статья, и может быть вы все же сравнивали ее с прошлогодней публикацией в The Economist, когда Залужный говорил о том, что ему необходимо для того, чтобы украинская армия вышла на границы по состоянию на 23 февраля 22 года. Владимир, есть определенная военная дисциплина, я же не могу критиковать статью нашего командующего. Я не призываю вас критиковать статью Залужный. Он сказал, это правда. Все, что сказал Залужный, все, что он написал, это правда. Правда также то, о чем он не написал. Вадим, нам катастрофически, ну, блин, парадокс, ну, Вадим, ну, сколько раз ты расшаривал наши сборы, сколько раз ты нам помогал. Вадим, тушенки хватает, хлеба хватает, нам не хватает мин, но на мин ты собрать не можешь, правильно? Ну, не можете переслать больше мин для миномета. Можете нам помочь с едой, помочь с формой, помочь с машинами, с мином помочь не можете, а мин, сука, извини, опять, мин не хватает, их надо больше. Сейчас артигрин, и опять будем поднимать тему минометов. Не, артигрин, на самом деле, ну, он, я боюсь, что с ним что-то плохое случится, потому что, ну, он называет вещи своим миноменом, он говорит как есть, он молодец, он умница, да, мин не хватает, не хватает, ну, как, ну, это война, не хватает всего, не хватает мин, не хватает снаряда, ну, блин, ну, Вадим, ну, серьезно, ну, когда у нас, извините, прикол расскажу, у нас минометчики наши, мои друзья, ну, побратимы, Ярик, там, смелый, Лэй, сыну, шкет, они с минометами, ну, это же побратимы, они же, ну, не подведут, они вылазят на позицию с минометами, и мир всем вперед, и я кричу, блядь, ну, сори, ну, совсем все плохо, вот, сори, накидайте, 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 накройте их, и мы зайдем, у нас мин нет, у них прозрачи теперь, мин нет, миненчики, потому что все время мин нет, да, и где мин нет, там мы заходим, идем, что, мою группу, одно дело, когда минометчики вынесли зеленку, вынесли, все, раздробили, и мы заходим, все, мы красавцы, и у нас ноль потерь, а другое дело, когда у них не хватает, тогда мы заходим, как есть. Заложный говорит и пишет о том, что нам необходим технологический прогресс, вот, китайцы придумали порох, а что должны придумать тогда украинцы? Ты знаешь, ну, у нас все, что мы можем придумать и сделать, ну, оно, во-первых, секретно будет, а во-вторых, наверное, производство временное, надеюсь, будут размещены на территории Польши, Литвы, потому что по сторонам НАТО они боются оббить. А у нас сейчас здесь, Вадим, я не знаю, мы сделаем все, что должны, нам бы больше, меньше снарядов, но это где-то наверху решают. Вы знаете, Кирилл, вот, что примечательно, главком признает определенные ошибки, признает определенные просчеты, там он высказывался и по поводу Крыма, и по поводу контрнаступления, я так понимаю, что, ну, и нашему военно-политическому руководству, вместе с западными партнерами, необходимо сделать какие-то выводы, потому что, ну, ранее были разговоры о том, что весенняя кампания, ее необходимо скорректировать, я имею в виду планы по проведению весенней кампании уже 24-го года. Вадим, на самом деле, ты понимаешь, ну, как бы мы с тобой общаемся и вне эфира, и ты прекрасно все понимаешь, и то, что главком говорит, ты видишь, и то, что главком не говорит, ты тоже прекрасно понимаешь. Да, скорее всего, при том наличии бэйпф, который у нас есть, при том наличии Мин, для минометов, снарядов, скорее всего, Вадим, зимой я тебя не буду радовать новостями. Будем держаться на позициях, где-то что-то выжимать, где-то отступать, а весной, весной, я надеюсь, тебя порадовать. Тогда появится через шестнадцать, тогда будет больше быка. Ну, ну, честно, Вадим, ну, не хватает всего, не хватает, не хватает снарядов, не хватает мин, ну, реально не хватает. Нажаль, это правда. Кирилл, вы знаете, за что сейчас в свете вот этой статьи за иконами скритикуют Залужного, что он выходит и говорит о важных вещах в международной прессе, а не в украинской? Вадим, ну, они же идиоты, ты же понимаешь прекрасно, что статья Залужного была наверняка согласованно утверждена. Это то, о чем не может сказать ни президент, ни глава офиса. Пусть озвучит это наш военный командир. Ну, Вадим, ты же понимаешь, что то, что озвучит кто угодно или я, то, что озвучу я, будет важнее, потому что я военный. Так и в этой ситуации главнокомандующий озвучил правильные вещи. Это то, что мы все прекрасно знаем. Кирилл, тут, кстати, Путин выступил перед членами балванчиками какого-то там общественного совета, общественной палаты. Знаете, что он сказал? Сказал, что русские князья кланялись ордынским ханам и получали ярлыки на княжение, чтобы противостоять Западу. И во многом то же самое происходит в России. Сейчас в качестве примера он привел Александра Невского и говорит следующее. Невский ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Вот Путин пытается именно так оправдать превращение России в китайского прокси? Вадим, это было потрясающее выступление, потому что я его увидел, я его показал нашему потолковнику ГРУ, который с нами занимается у нас разведкой, он не просто ржал, он рыдал. Там такие первые звучали, просто. Золотая Орда это минус 400 лет. Ну, они вообще потерялись в истории. Да, все, все понятно, Путин намерен сделать Россию вассалом Китая, ну что, как русским чувствовать себя вассалами, великая держава. Ну, ладно, это их выбор, все. Путин намерен получить ярлык, ярлык, на самом деле, потому что почему-то все неграмотные люди, черт, все закончили институты, получить ярлык направления, все, Россия становится филиалом Китая. Филиал не в ходу, это, как называется, провинция. Провинция, интересно, как Си Цзиньпин отреагирует на то, что его с Ордой Путин сравнивает. Все нормально, Си Цзиньпин очень, это восточный человек, у них нет сиюминутых интересов, они строят планы на 300 лет. Все, Россия стала провинцией, как и положено, как планировали. Нам, на самом деле, с ними тоже строить отношения, потому что, когда Россия исчезнет, мы над этим работаем, и мы стараемся делать это. У нас будет общая голеница с Китаями. Тут и другие первые прозвучали. Путин заявил, что Украина передает оружие на Ближний Восток, в том числе талибам, в очередной раз попытался оправдать проведение так называемой специальной военной операции. Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, но уже хотелось бы, чтобы уже Путина окончательно расчехлили, необходимо подумать, можно ли обойтись без этого. Нет, к сожалению, сделать этого было нельзя, потому что на нас уже напали. Кто напал на Россию? Вадим, ну, ты же понимаешь сам, что, ну, ты вопрос задаешь, и я тебе ответ скажу, это бред. Ну, представь, что ты при умеренной зарплате покупаешь квартиру в кредит, и твоя зарплата уже теряет смысл, потому что ты все ее отдаешь, а ты еще и берешь машину в кредит. Ну, это бред. Ну, так и Россия, так и мы. Ну, мы не можем продавать оружие и дарить оружие никому, у нас его не хватает. Ну, это война, нам постоянно нужно больше оружия, больше всего. Причем тут Ближний Восток? Да кому угодно, за любые деньги. Мы не можем сейчас продавать оружие, потому что нам оно нужно. Но Россия немножко Хамасу помогает. И поэтому традиционная фишка России это спихивать свои грехи на нас. Они продали арабам инструкторов, продали бойцов, продали немножко оружие и сказали, это все сделала Украина. Подонки. Ну. Кирилл, по поводу нынче сложившейся ситуации на фронте, вот пару слов, потому что, опять же, информацию мы черпаем из сводок нашего генштаба, института изучения войны, военные аналитики постоянно выступают. Что вы видите, какие сейчас тенденции, что происходит? Я понимаю, что тема деликатная, но я уверен, вы аккуратно. То, что считаете, необходимо вам рассказать. Классный вопрос, потому что мы с тобой друзья, и я могу сказать то, что как бы не сказал кому-то еще. Генштаб вам дает информацию нормально с опозданием. Почему я ругаю генштаб, и вы ругаете генштаб? Ну, потому что одна и та же зеленка переходит в руки садбу несколько раз. из-за изучения войны дает карты. Вы, журналисты, с этим прекрасно разбираетесь, лучше, чем я. Вадим, что я могу сказать тебе, что я могу сказать нашим друзьям? Мы делаем, что можем. Вашими молитвами, с вашей поддержкой мы делаем, что можем. Поверь, ни кусочка не уступим, где совсем не жесть, и продвинемся, и освободим все. Вадим, это я вам обещаю. Я обещаю от имени наших пацанов. Мы всю Украину освободим. Это будет жестко, и нас будет меньше. Но мы на это подписались. Вадим, большое спасибо, на самом деле, большое спасибо журналистам, которые не рассказывают про какие-то сложные вопросы, экономику, все. Большое спасибо журналистам, которые помнят про нас и напоминают людям про то, что война еще идет. Парамок еще нема. Еще раз, еще раз огромное спасибо вам. Я уже смотрю на время, я не смею больше вас задерживать, поэтому будем завершать. Спасибо, что нашли время. Спасибо за то, что защищаете политул. Служащий украинской армии Кирилл Сазонов был сегодня вместе с нами на Политека. Кирилл, еще раз огромное спасибо и благодарю наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание. Берегите себя. Всего доброго. Пусть они берегутся. Спасибо. 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 .